Открытый диалог с Александром Непомнящим Здравствуйте, Александр. Устава ООН. Каким-то образом сотворить красивую мину при плохой игре, поскольку, как мне кажется, в НАТО такой идет раздрай. Я не знаю, кто является виновником, то ли Путин, то ли Байден, но похоже, что в раздрай происходит в НАТО. Вот об этом ваш взгляд на эту ситуацию. Да, Сергей, безусловно, пожалуй, самым ярким событием международным последней недели стал вот этот вот, как вы заметили, раздрай, раскол внутри НАТО, пусть неофициальный, в котором действительно стоит поговорить и стоит проанализировать ситуацию, которая возникла сейчас вокруг Украины. И в том числе мы поговорим и об этих 8,5 тысячах бойцов, которых вообще непонятно, то ли их подняли по тревоге, то ли их куда-то отправили, то ли не отправили. И вообще вся эта политика заявлений Байденовской администрации. Стоит об этом поговорить подробно. Но обо всем по порядку. От Вашингтона до Берлина и от Варшавы до Киева все говорят о том, что лишь президент России Владимир Путин знает, как он намерен поступить со 120 тысячами военнослужащих, которых он перебросил в границе с Украиной. Мы заметим, он перебросил только военнослужащих, там раскинут, развернуты полевые госпиталя, там системы логистики, то есть базы с оружием, боеприпасами, продовольствием и так далее. Все это передвинуто на границу с Украиной. Но на данный момент, даже если Путин решит не вторгаться, даже если он выведет все свои силы из приграничной зоны, закроет все свои развернутые полевые госпиталя и прочую инфраструктуру, он уже одержал стратегическую победу исторического масштаба над Соединенными Штатами. Без единого выстрела Путина и его 120 тысяч солдат скровоцировали неофициальный, но вполне реальный распад, развал, разлад, как вы сказали, альянса НАТО. Вообще говоря, НАТО по праву считается одним из самых успешных, считалось, военных союзов в мировой истории. Он был основан еще в 1949 году, в начале холодной войны, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И цель его совпадала в том, чтобы удержать советский режим от попыток расширить сферу своего влияния из восточной и центральной Европы в Европу западную. Успех НАТО был обусловлен двумя основными факторами. Во-первых, члены государства, члены НАТО в целом согласились с тем, что их общий интерес к предотвращению советской экспансии, он перевешивает их отдельный национальный интерес, а потому требует согласованных коллективных действий под стратегическим зонтиком США. Это было первое условие. А во-вторых, и СССР, и союзники Америки по НАТО были убеждены в том, что США в стратегическом плане заслуживает доверия. И в Москве осознавали, что США серьезно относятся к выполнению своих обязательств перед партнерами по НАТО. И поэтому, в свою очередь, государства, входившие в НАТО, полагали, понимали, осознавали, что США заставит их заплатить очень высокую цену, если они решатся выскочить, выспользнуть из альянса и заключить сепаратную сделку Советским Союзом. Сегодня же НАТО больше не способна действовать согласованно и коллективно против Путина, поскольку Германия больше не рассматривает Россию как стратегическую угрозу, а США как лидера, за которым нужно следовать. Как же возникло, как сложилась подобная ситуация? Ну, большая заслуга в этом, без сомнения, принадлежит Путину, который шел к подобному результату 15 лет. Путин понял, что стратегическое использование экспорта российских энергоносителей, оно способно вбить клин между членами НАТО. Ведь традиционный экспорт российского природного газа в Европу, он осуществлялся наземным путем, через Польшу и Украину. И это, в свою очередь, означало что? Означало, что поставки энергоресурсов в Германию и Западную Европу зависели от российского экспорта энергоресурсов в страны бывшего Советского Блока. Поэтому Германии нужно было защищать Польшу и Украину ради защиты собственных интересов. То есть защита Польши и Украины была частью интереса Германии, для Германии. В 2006 году «Газпром», российский нефтегазовый конгломерат, обнародовал план прокладки подводного газопровода через Балтийское море, по которому природный газ мог бы переправляться в Германию напрямую, минуя Польшу и Украину. Но и мы помним, вскоре после этого свой пост покинул тогдашний канцлер Германии Герхард Шредер. И уже через месяц после ухода из канцелярии Шредер объявил, что занял должность председателя Совета директоров дочерней компании «Газпром», отвечающей за прокладку газопровода. Помните? И сообщение-то было совершенно ясно. Германия согласилась отделить свои стратегические, энергетические и экономические интересы от бывших советских республик Балтии и Польши, присоединившихся к НАТО после окончания Холодной войны. Ну и заодно, конечно, от Украины тоже. Сегодня мы видим, что путинский газопровод по Балтийскому морю, известный как «Северный поток-2», обеспечил именно то, к чему Путин и стремился. Последние несколько недель немцы почти даже не пытаются скрывать того, что они на стороне России против Украины и их союзников по НАТО. Германия запретила члену НАТО Эстонии передавать оружие Киеву. И когда ранее, на этой неделе буквально, в начале недели, Великобритания отправила в Киев партию противотанкового оружия, в первую очередь, британцы были вынуждены обретать Германию. Они не запрашивали у немцев разрешения пролететь через их воздушное пространство, поскольку предположили, что немцы ему этой просьбой откажут. Ну, возможно, они даже и запросили неофициально. Неофициально немцы сказали «нет, не дадим вам». И британцы как бы решили не усиливать конфликт. Другими словами, Лондон, по сути, признал, что Германия фактически стержень НАТО, играет теперь за другую команду, но не захотел поднимать по этому повышу. Но при всем уважении к Путину, его стратегическому видению ситуации и успешному использованию экспорта энергии СОКСа в качестве стратегического оружия, надо понимать четко и ясно, что Путин не смог бы увезти Германию из НАТО без Байдена. На деле экспорт газа из России является скорее оправданием, чем объяснением действий Германии, нынешних действий Германии, предательства НАТО. Немцы свободно отказываются от своих обязательств перед своими союзниками по НАТО. Не только и не столько из-за Путина, просто потому что понимают, что администрация Байдена не заставит их заплатить за свое поведение. Ведь точно так же, как и канцлер Германии, новый канцлер Олаф Шольц, Байден сам и даже и пальцами пошевелил, чтобы защитить Украину от России. Когда было объявлено о Северном потоке-2, администрация Буша сразу же поняла его последствия стратегические для НАТО и решительно возражала против этого проекта. Барак Обама и его вице-президент Джо Байден также решительно выступили против трубопровода. Когда в 2019 году строительство Северного потока-2 близилось к завершению, тогда же президент Дональд Трамп ввел санкции против всех тех компаний, которые участвовали в этом проекте. И намерения Трампа были ясны. Северный поток-2 был нацелен на раскол НАТО путем вбивания клина между Германией и западноевропейскими членами НАТО с одной стороны, и такими участниками альянса, как Польша и страны Балтии в другой. И чтобы сохранить целостность НАТО, Трамп решил сделать так, чтобы каждый субъект, который ему угрожает, заплатил бы высокую цену. То есть это же был Трамп. Он же не бряцал дубинкой. Он любил, так сказать, долларом наказать. Вы хотите строить Северный поток-2, который разваливает НАТО. Окей, хорошо, но вы будете платить за это высокую финансовую цену, потому что на вас будут положены американские санкции. Вы свободны в своем выборе. Хотите идти против Америки, идите, но вы будете за это платить ценами. И вот, учитывая давнюю историю противостояния Байдена Северному потоку-2, еще со времен его работы в Сенате, были резкие основания полагать, что став президентом, Байден сохранит введенные Трампом санкции. Но президент Джо Байдена, мы помним, как зайчик энергайзер, из последних сил, можно сказать, не приходя в сознание, он все решения Трампа отменял махом, одно за другим. В том числе, он отверг и санкции Трампа. По сути дела, президент Джо Байден отверг мнение вице-президента Байдена при Обаме и Байдена-сенатора еще раньше. В мае прошлого года президент Байден отменил санкции Трампа в отношении участников Северного потока-2. А в августе прошлого года администрация Байдена заключила сделку с Германией по Северному потоку-2. Что за сделку? О, это была сделка, против которой бы не смог возразить ни один лидер Германии. Но при этом ни один президент США в здравом уме, замедленности, стремящийся предотвратить крах НАТО, не стал бы ее поддерживать. По условиям сделки США отказались от возражений против эксплуатации Северного потока-2 в обмен на обещание Германии что-нибудь сделать для Украины. Вот примерно в такой формулировке что-нибудь для Украины мы сделали. Но понимаете, если одного отказа Байдена от противодействия США Северному потоку-2 было недостаточно, чтобы убедить Германию и Россию, ну и заодно Украину, конечно, в несерьезности отношений нынешней американской администрации ко всему, что касается Украины и НАТО, невероятное признание Байдена на недавней пресс-конференции, мол, незначительное вторжение российских войск на Украину не будет встречено единым ответом со стороны НАТО, оно устранило всякие последние сомнения. Несмотря на старания администрации исправить сложившееся впечатление, суть посыла дошла до Путина, ну, как, впрочем, до всего остального мира тоже. И тут важно заметить то, что вы сказали в самом начале, Сергей. Решение Байдена не блокировать вторжение России в Украину в высшей степени оправданно. Украина не является членом НАТО, и хотя США, безусловно, поддерживают независимость Украины, интерес Америки к суверенитету Украины не перевешивает ее заинтересованности в избежании войны с Россией. Понимаете? Америка не обязана списываться за Украину и начинать войну с Россией. Не обязана. Украина не член НАТО. Короче говоря, пожелай того, Байдена и его советники могли бы легко привести доводы в пользу невмешательства Америки в этот конфликт, но таким образом, который сохранил бы доверие и к НАТО, и к Америке, как к сверхдержаве, и в лагере ее союзников, и станет противным. Как? Байден мог бы выразить поддержку Украине, справедливо заметив, что агрессивное поведение России угрожает народам Европы больше, чем США. А потому хоть США и были бы счастливы встать на сторону на сторону европейских своих союзников, чтобы противостоять России, они не станут делать это вместо европейцев. Понимаете? Вот так, возможно, бы поступил Трамп. Хотя при Трампе, возможно, Путин и не стал бы наращивать, создавать такую экстраполяцию конфликтов. Он побоялся бы, потому что кто знает, как Трамп себя поведет. Но был бы даже какой-то такой условный Трамп, более спокойный, более не такой импульсивный, что ли. Он мог бы сказать, Америка будет счастлива встать на сторону европейских союзников, но она не будет делать эту работу вместо европейцев. То есть Америка могла перебросить мяч, точнее, горячую прокосу, Германии. То есть Германия скажет, мы хотим защищать Украину, тогда Америка всей мощью своих союзников поддержит. Но вы европейцы должны сами сказать, что вы хотите. И тогда США при любом исходе сохранил бы свою репутацию. Но вместо этого администрация США стала буквально ежечасно наращивать свою воинственную риторику и угрозы в адрес России. Во вторник представитель Пентагона Джеймс Тирби заявил, что Байден приказал привести, вот как вы заметили, Сергей, в боевую готовность 8500 военнослужащих Европы. Окей. Судя по всему, русские и украинцы и остальной мир должны были бы воспринять заявление Кирби как доказательство серьезности намерений Байдена. Но дело-то обставило ровно наоборот, ведь заявление Кирби было совершенно бессмысленным. Он не сказал никакие войска приведены в боевую готовность, никакая задача перед ними поставлена, он не упомянул даже по какому поводу все эти войска будут подняты по тревоге. И почти в то же самое время, когда Кирби сделал свое абсолютно бессмысленное, лишенное какой-то конкретики заявление, Байден сообщил, что никаких американских войск на Украину не прибудет. Короче говоря, не столько капитуляция Байдена в отношении «Северного потока-2», сколько полное несоответствие между фактической политикой Байдена и его стратегической политикой сообщений заставляет происходить других стран, включая, при этом, в той же Германии, окончательно осознавать, что никакой цены за сотрудничество с противниками США против США не хватить не придется. Ведь занятый превращением Америки в посмешище на мировой овине, Байден не станет навязывать Берлину какие-то наказания, какие-то санкции, наказывать Берлин за предательство НАТО и Америки. Проблема в том, что Украина далеко не единственное место, где нет никакой связи между политикой администрации Байдена и вот этой коммуникационной стратегией, этими заявлениями, которые как бы выходят из администрации Байдена, и они не только не улучшают ситуацию, но наоборот превращают Америку в посмешище. Политика Байдена в отношении Ирана, она ведь столь же лицемерная и саморазрушительная. Байден и его команды утверждают, будто бы цель ядерных переговоров с Ираном в Вене не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Это на словах. Но соглашение, по поводу которого США ведут переговоры с Ираном, мы об этом говорили много раз уже, гарантирует ровно наоборот. Оно гарантирует именно то, что Тегеран станет в соответствии с этим соглашением официально, законно, как бы станет ядерной державой. И последствия внешней политики Байдена для Соединенных Штатов недостаточно ясны. Мало того, что администрация способствует распаду НАТО, администрация Байдена разрушает сдерживающую мощь Америки, а по ходу дела еще и положение сверхдержавы, превращая страну, которая действительно определяла по сути дела позицию во всем мире, сегодня в страну посмешище, которую Путин с помощью 120 тысяч солдат по сути дела вынудил пойти на беспрецедентное отступление. И дело не в том, начнет он вторжение на Украину, не начнет вторжение на Украину, захватит какую-то часть Украины, не захватит какую-то часть Украины. Само то, что Германия ведет себя сегодня так, как она себя ведет, не как часть НАТО, альянса НАТО, а как независимая страна, которая с Россией гораздо выгоднее сейчас дружить и плевать ей на Украину, и Польшу. Окей, хорошо, пусть Германии плевать, но это означает, что НАТО, как альянс, де-факто перестал существовать, потому что больше теперь единого механизма, который способствовал сдерживанию советской, нынче российской экспансии, больше не существует. и это, конечно, касается нас, зритель, ну, как, впрочем, и других, оказавшихся теперь под серьезной угрозой союзников США, те же Эмираты, например, которые подвергаются обстрелами со стороны хуситов, из Йемена, по Дубаю, бьют прямой на лодке ракетами прямо по столице. По столице государства. Понимаем, что это может означать для страны, где туризм является одной из важнейших петвей, экономически по инфраструктурам и нефтяным. Бьют прям ракетами, точно так же, как бьют по Израилю, но Израиль в этом живет уже 70 лет, он как бы привычен к этому, Эмираты к этому не привычны. И вот мы все, израильтяне, Эмираты, Украина, мы все наблюдаем за происходящим со стороны. И урок Украины, он для всех абсолютно ясен. Никакие гарантии безопасности США не заменят независимости в своих действиях. Чтобы выжить, в нации требуется стратегическая, экономическая и энергетическая независимость. Ну и, конечно же, воля к ее использованию. Потому что вот у нас в Израиле, например, Натаньял создал эту стратегическую и экономическую и энергетическую независимость. Пока его ругали и говорили, что он недостаточно правый, что он не провел какие-то резкие действия, которые привели бы к тяжелым экономическим последствиям Израиля, к изоляции, международной и прочее, он вроде как шел галсами к своей цели. И в итоге он создал Израиль как экономическую державу, региональную, энергетическую державу, независимую, которая может экспортировать энергоресурсы в соседние страны. Но пришло новое правительство, и мы видим, что воли к использованию этой независимости у них нет. И они сдают стремительно все те позиции, которые Натаньял создавал, выстраивал по кирпичику на протяжении десятилетия, больше, чем десятилетия. И если кому-то кажется, что вот как бы у нас есть зонтик США, то пример Украины, урок Украины абсолютно ясен показывает. Нет никакого зонтика США, по крайней мере при нынешней администрации Байдена. Ни у Тайвана, ни у Израиля, ни у Эмиратов, ни у Украины, ни у кого в Восточной Европе на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке. То, о чем вы сейчас упомянули по поводу Арабских Эмиратов, то, что их бомбят, это ведь результат политики Байдена. Если вы помните, саудиты в свое время этих держали там как бы под лавкой то, что в Емине происходило. А когда к власти пришел Байден, они саудитам, так сказать, указали, не трогать, начался вой международный, начали там нарушение прав человека и так далее, и так далее. И вот вам результат. Вот вам результат. Фактически наши новые друзья, наши новые союзы. Причем, на самом деле, я это говорю без тени сарказма. Действительно, Эмираты стали нашими очень хорошими друзьями. То есть, именно так ведут себя друзья. Экономический постоянный обмен, туристический обмен. Мы с ними дружба. Они нас приглашают. Мы их приглашаем. Мы действуем сообща. То есть, так действительно выглядит мир. Но они сейчас при новой администрации Байдена столкнулись с тем, что ничего никогда раньше не чувствовали. Столкнулись с тем, с чем Израиль живет на протяжении десятилетий. Их бомбят. Им бомбят Абудаби, столицу. И после этого их еще обвиняют в нарушении прав человека. Они защищаются, они отстреливаются от тех террористов, которые бьют им по центральным улицам, по женщинам и детям, не разбирая, куда попадет. А их обвиняют в том, что они нарушают и проводят геноцид. То есть мы-то в Израиле к этому уже привыкли, но для них это, конечно, впервые. Александр, если не возражаете, примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня как бы к вам два вопроса. Один вопрос, а как вы считаете, когда уйдет вот этот, я не могу даже назвать этого президента президентом. Вот то, что нами правит сейчас. Ведь они разрушают планомерно разрушают страну изнутри, а теперь уже снаружи. Первый удар был выход из Афганистана. Это бегство, которое не было ничем обусловлено, ничем, ну как бы, ничто это не подталкивало. Могли выйти как хотели. У них было несколько месяцев с того, что запланировал Трамп, и когда они вышли. И вот это, что они сотворили, это была цель такая. И вот сейчас это тоже была цель. Это, понимаете, подрывается авторитет Америки на международной арене, и как бы превращается страна в ничто, пустое место. Вот. И мне хотелось бы знать, как вы думаете, если придет республиканец, который, ну как бы, будет действовать подобно Трампу, чтобы вернуть репутацию, страну все-таки уважали и выполняли требования. Удастся ли это после того, что эти все разрушили? И еще вопрос. Как вот это левое израильское правительство, уяснили ли они, что грозит, если они будут полагаться на такого предателя, каким является байденовская администрация? Или они все еще полагаются на защиту с их стороны? Спасибо большое. Спасибо. Давайте сделаем так. На первый вопрос я отвечу, а второй вопрос фактически пересекается с тем, о чем мы собираемся поговорить после перерыва, поэтому уже как бы мы начнем говорить о нем после перерыва вместе как бы в целом в курсе общей, общего нашего разговора. Так, по поводу первого вопроса. Конечно, мы говорим, а что будет, если будет? Дай Бог, чтобы действительно сумели республиканцы вернуть себе власть, дай Бог, чтобы во главе республиканцев стоял Трамп или человек подобный Трампу, так сказать, решительный, умный, умеющий идти против системы. Безусловно, США и сегодня могут вернуться к своему положению, потому что США остаются по-прежнему очень сильным государством, очень мощным государством, замечательной инфраструктурой, сильным народом, сильной базой, ведь понимаете, вот те ценности, которыми Америка всегда гордилась и которые объединяют, например, нас в Израиле с вами в Америке. Эти ценности, ради них люди готовы жить и умирать за ним. Они готовы биться и делать Америку лучше, и делать Америку снова великой. То есть, на самом деле, когда будет, в тот момент, когда будет нормальная, хорошая администрация, разумная, и идущая в русле американских принципов, американских ценностей, безусловно, Америка может вернуться к тому, чем она была всегда. У нее есть и материалов, и человечества. Но для этого, конечно, нужно, чтобы демократы, по крайней мере, нынешние демократы, то, что сегодня называют генетическую партию, ушли далеко от класса. Ну, а тут это наши дел. Давайте после перерыва тогда уже поговорим. Да, и звонки мы примем после перерыва, поэтому перезвоните после рекламы, обязательно Александр, постарается ответить на ваши вопросы. Продолжаем нашу программу. Телефон студии по-прежнему 847-4-0-0-5-2-0-0. Я не знаю, как мы поступим. Либо примем звонок, либо начнем отвечать на вопросы. Слушаем. Я не знаю, что-то догонно ответить на обидор. Слушаем. Алло, здравствуйте. Мы с нетерпением ждем решения Натанягу о принятии соглашения с прокурорами. Или же он столько будет отстаивать и себя, и страну. Вот недавно вроде бы он выступил. Как вы думаете, вот это его выступление, его окончательное решение как бы отставить себя и страну, или же все же это неокончательное? Спасибо. Ну, вот это войдет как раз в тот блок, который мы предполагали. Ну, во-первых, дело в том, что по сети ходит на русском языке некое такое выступление, написанное как бы от лица Натаньяу, никакого отношения к Натаньяу не имеющие, о том, что я буду воевать, бороться, но такое достаточно резкое, и оно не написано в стиле Натаньяу, то есть тот, кто понимает немножко, как выступает Натаньяу, как он говорит, понимает, что это фальшивка, но возможно, что многие люди были обмануты. Так вот, во-первых, Натаньяу уже сказал, что он не пойдет на сделку со следствием. То есть, по сути дела, спор был вот о чем. И Натаньяу, и многие другие говорили, что чем дальше продолжается этот процесс, тем яснее все большему количеству людей, что этот процесс был сшит белыми нитками, что он показушный, что в нем нет ничего, и он подрывает отношение общества к юридической системе Израиля. Натаньяу как бы говорил, я хочу быть с вами честен, я не хочу, чтобы из-за этого процесса рухнула вера общества в то, что вообще в Израиле есть суд. Давайте договоримся. Я скажу, окей, я там кое-где был неправ, вот, и на этом разбежимся. Но прокуратура наставила на том, чтобы он как бы принял колонн. На иврите называется колонн, я не знаю, в русском языке нет такого термина. Смысл в том, что он как бы признает, что его преступление, было позорным и будет лишен на семь лет возможности вернуться в политику. И уже нынешняя правящая коалиция, она как бы стала даже готовиться к этому и попробовала провести закон о том, чтобы не на семь лет нужно уходить из политики, а на 14 лет. То есть, чтобы точно уже не дать возможности Натаньяу вернуться. И когда Натаньяу понял, что прокуратура не готова отказаться от этого требования, то он сказал, ну так хорошо, пойдем в суд. Это будет суд. Мы будем разваливать фактически это дело. Весь мир, весь Израиль будет видеть это все. Вера в общество, в то, что в Израиле есть суд, будет опускаться и исчезать. Растай, Тай. Мне это будет очень много денег. Да, с одной стороны. Но с другой стороны, вот один из журналистов, мы говорили об этом несколько передач назад, кинул клич, и люди собрали почти 4 миллиона шекелей, больше миллиона долларов для Натаньяо, чтобы он мог использовать их в суде. Потому что Натаньяо не бедный человек, но 400 тысяч шекелей в месяц стоит его адвокат. И это, так сказать, даже для миллионера это, в общем, достаточно накладная вещь. Суд ведь будет тянуться не год, и не два, и не три, а лет восемь. Они уже будут тянуть его до конца. Но Натаньяо готов идти до конца, а так он уже об этом сказал, поэтому, в общем-то, вопрос о том, что он уступит и уйдет из политики, он снят с повестки дня. Натаньяо боец, и в этом смысле они действительно нарвались на противника, который сильнее, потому что буквально вместе с Натаньяо сейчас такую же судебную сделку подписали два других лидера правого лагеря, два харидимных лидера. Лицман, который возглавлял ортодоксальную еврейскую религиозную партию ашкеназов, и Дерри, который возглавлял такую же партию, только Сефар. И оба они сейчас уходят из Кмесота, потому что против них были открыты дела. В итоге эти дела как бы не тянут на реальный суд. Но и Лицман, и Дерри, они не миллионеры уровня Натаньяо. И они, в общем-то, не бойцы. То есть и тот, и другой политики, талантливые политики. Лицман, как бы человек очень образованный, хотя из него обычно пытаются сделать такое пугало, типа он религиозный, необразованный, неотчесанный чурбан. Абсолютно не так. Он очень, очень неглупый человек, очень образованный человек. Он прекрасно говорит на нескольких языках. И он очень хороший политик. Но у них этих денег миллионов нет. Поэтому они сказали, окей, хорошо, мы готовы подписать сделку со следствием. И мы не бойцы, мы не бойцы спецназа, каким был Натаньяо. А Натаньяо говорит, нет, нет, я буду биться. И он бьет. Ну и что касается нашего нынешнего правительства, меня спросили, не осознало ли оно. Боже мой, да конечно же нет. Конечно же нет, оно не осознало. И это, в общем, как бы частично, потому что мы имеем дело с очень недалекими людьми. То есть у нас сейчас два главного правительства. Беннет, формальный глава правительства, и еще Лапид, сменный глава правительства. И оба они, ну, как бы, как назвать поприличнее, они люди очень необразованные. Они ловкие пройдохи, они жулики, они угуны. Лапид при этом еще ужасный нарцисс. Он обожает красоваться. Он ведущий, телеведущий. То есть, понимаете, ему человек, ему, так сказать, в ухо вкладывали слова, и он их озвучивал, красиво поворачиваясь своим профилем то туда, то сюда на экране. Но они идиоты, просто кретины. Поэтому осознать ситуацию, они, собственно, даже, мне кажется, не понимают, перед какими вызовами, перед какими челленджами они сейчас оказались. Поэтому нет, они ничего не понимают. и даже более того, сегодня Беннет вылился в израильские СМИ пространным интервью, в котором он объясняет, что он великий молодец, что у него все хорошо, что вот то, что фактически его политика противостояния коронавируса провалилась в Израиле. Израиль был одной из самых успешных стран в плане того, что было меньше всего заболевших. И как-то все легко проходило при Натаниалу. А при Беннете мы вышли на первое место в мире по количеству заболевших на миллион человек. И у нас сейчас на самом деле очень сложно сказать, что происходит, потому что правительство тупо скрывает статистику. Вот как в странах третьего мира, понимаете? Раньше у нас были списки, мы раньше знали четко, сколько умерло, как бы что от чего, сколько болеет. Мы этого не знаем сейчас. То есть у нас расхождение фантастическое. С одной стороны, Министерство здравоохранения говорит, что у нас в прошлом месяце умерло порядка 150 человек. Ну, как бы от коронавируса. А хеврак-кадиша, то есть религиозная структура, которая занимается похоронами евреев. Она говорит, у нас за прошлый месяц 400 человек мы похоронили, в том числе детей. Так это не сходится, понимаете? Хеврак-кадиша реально говорит, что мы похоронили 400 человек. Наше правительство говорит, у нас 150 умерло от коронавируса. А эти говорят, 400. Кому верят? Трудно сказать, кому верить. У меня нет каких-то инструментов проверить это. Но нашему правительству я просто не верю по определению, потому что я понимаю, что они углы. Они во всем углы. Но вот Беннет говорит, что в этом провале он не виноват. У него все очень хорошо. Это родители виноваты. Родители, оказывается, не посылали достаточно активно своих детей на прививку. И из-за того, что родители не привили своих детей, у нас вот начался такой беспорядок, бардак, беспредел. Вся страна лежит и болеет. Причем болеют как бы большинство вроде легким этим омикроном, но умирают от дельты, потому что дельты никуда не делаются. Но что происходит реально, даже сказать сложно. Но это еще не все. Он сегодня, Беннет нам заявил о том, что он строит, оказывается, новый, правильный национальный лагерь. То есть вот старый, это Ликут, все эти ортодоксальные партии, Смутрич, религиозные сионисты, которые вот, с Смутричем, это все неправильные национальные лагеря. Они как бы такие ненужные, неправильные. А их вообще Беннет назвал сегодня махиной лжи и ненависти с горой Бот. Это вот цитаты из его интервью. Понимаете, на самом деле премьер-министр не может так сказать о огромном секторе общества. На минуточку это ровно половина израильского населения, причем большинство еврейского населения. И вот Беннет легко так просто говорит, это махина лжи и ненависти. То есть вы все неправильные. А он, Беннет, с его пятью мандатами, с его рейтингом ниже Плинтуса, который, возможно, даже ниже, чем у Байдена, он будет строить новый правый лагер. И самое страшное, что, скорее всего, это не просто пустая болтовня, а действительно Дипстейт строит правомарионеточный правый лагер, который надолго сумеет лишить власти традиционных правов. Вот примерно так, как сейчас это происходит. То есть у нас ведь многие даже не понимают, что у власти не радикально левое правительство, где все вершат Мансур Аббас, братья-мусульмане, и радикальные левые. Они считают, что у нас есть конгломерация сложная, в которой правые играют ведущую роль. Потому что Беннет, он же как бы правый. И то, что Беннет не правый, а просто марионетка глупая, которую дергают за ниточки, до многих это не доходит. И очень боюсь я, что это ситуация, которая, на самом деле, у нас будет продолжаться еще довольно долго. Потому что Натаньяуни будут держать на этом медленном огне суда других лидеров, как я уже сказал, не выкинулись к нам. Сейчас Дэри ушел, убит Смон ушел. И молодого смотрят, и они, кстати, затопчут, они ему прищают какое-нибудь дело, они его маргинализируют, сведут его к тому, что как бы неприлично даже говорить о нем будет. Они уже это делают сейчас. И будут у нас правые, как бы правильные, правый, правильный, национальный правый лагерь, во главе с Беннетом, с Элькиным, с тем же Либерманом, который выдержнет снова, с Саром и так далее. Сергей, у нас, наверное, есть вопросы. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Здравствуйте. Вы знаете, это не вопрос, я такая маленькая заметка. В Корее стали выяснять, почему у евреев высокая IQ. И они пришли к выводу, что изучение Торы приводит к повышению IQ. И теперь в школах ввели обязательный предмет изучения Торы. Это в Южной Корее. Спасибо большое. Я вас поправлю, это немножко такая легенда, которая ходит по сети, не совсем так. В Южной Корее, к слову, у корейцев IQ даже выше, чем у большинства народов мира, в том числе и у их. Но в Корее действительно пришли к выводу, что Талмуд, как некая философская система, она очень хорошо развивает голову. И во многих школах в Корее действительно изучает Талмуд как одну из философских систем мира. Потому что они считают, что это очень интересная система философско-филлическая. Но это все-таки не то, что вы сказали. Давайте следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, господа. Сергей, Александр. Вы знаете, я слушал все выступления вашего премьер-министра. Вы знаете, не то, что невозможно. Я даже представить себе, что всего лишь не так давно, несколько месяцев назад, этот человек считался человеком права лагеря. Ну, это так, как говорят, перевернуться вверх ногами, это, ну, я не знаю, только, наверное, у вас. Но то, что происходит у вас, мы неоднократно говорили об этом на этом радио. То, что у вас происходит, мы все думали, что Байби, ну, ну, максимум 6 месяцев, и он уйдет. Мы думали, что у вас, правительство, просуществует пару месяцев. 7 месяцев, и пока никто никуда не уходит. Ни у вас, ни у нас. Они все живучи и продолжают творить свою беду для боевых стран. Треба полтора. Мне просто интересно, вы знаете, вы живете там. Вот то, что происходит Украина с Россией, ваши, наши бывшие эмигранты из России или из Украины, у них какие-то волнения между собой. Ваша тема, что у вас своих проблем миллион, им еще нужно эту проблему на себя взвалить. Потому что здесь иногда часто слышишь, те, кто приехали из России, кто приехали из Украины, они не могут найти общего языка. Вот такое вот. Ну, я говорю, первое, что я хотел знать про выступление вашего премии, ну, человек не тоже перерослся с ног на головы, просто полный бред. Вот так. Спасибо большое за программу. Я вас послушаю. Спасибо большое. Ну, вот по поводу российско-украинских дел, вы правы, в Израиле своих проблем хватает. То есть, по крайней мере, то, что я вижу в сети, по сравнению с теми баталиями, которые разворачивались в 2013-2014 году во время российского вторжения в Крым, там действительно люди шли буквально стенка на стенку в средствах массовой информации, даже выплесли вас на улицу, можно было услышать на улице, как люди ругаются между собой на эту тему. Я сейчас такого не слышу. То есть, либо люди как-то немножко отстранены от этого, все-таки свои проблемы ближе, либо не очень понятно, что происходит. То есть, до конца из Израиля все-таки не ясно, что там происходит, что будет, как будет. И пока не ясно, что происходит, так нет какого-то кейса для жарких споров. Но люди, которые приехали недавно в Израиль, конечно, у них это все горит, и они выступают. Кто-то с одной стороны, кто-то с другой, кто-то по определению против Путина, кто-то по определению против Украины. Поэтому ничего конкретного нет. Но я бы сказал, что это очень маргинально. То есть, совсем не занимает большинство израильтян, в том числе и русскоязычных израильтян. Ну, а при выступлении нашего премьер-министра, да, я прихожу все большему выводу, что Беннет... Вы понимаете, я же с ним лично знаком. Я как бы, я каюсь, я не видел этого, когда мы были с ним знакомы, когда он был главой канцелярии Натанияу. Как бы, я не считал его таким глупым человеком. Я сейчас вижу, что он просто банально глупый человек. Он говорит глупость, он постоянно пытается быть похожим на Натанияу, но у него это получается так, как вот у трехлетнего ребенка, который пытается быть похожим на своих родителей. Вы знаете, есть такие классические ситуации. Девочка мажет губы помадой, трехлетняя, потом залезает в мамин из туфли и пытается вот так вот выходить. Это смешно и очень забавно. В случае Беннета это совсем не забавно, потому что это все выглядит ужасно. Мы же понимаем, что мы же тут живем не в стране радужных полей. Вокруг нас живут реальные вордалаки. Они все на это смотрят и делают свои выборы. Давайте вернемся все-таки к Израилю. А что там? Мы говорили о том, что, так сказать, Беннет сейчас инициировал сегодня, выступив, дал интервью как бы сразу ряду газет, инициировал некое такое тотальное наступление на правый лагерь. Правый лагерь объявлен неправильным, и теперь Беннет будет строить правильный национальный лагерь. Видимо, это означает, что всех неправильных будут маргинализировать и это, кстати, объявляют нелегитимными постепенно, так как это, например, было при рабе некоторых поселенцев и при противниках размежевания при Шароне, которых буквально выводили, занимались делегитимацией почти в нацистском ключе. Ну, а параллельно происходит как бы наша реальность, и она достаточно характерна. То есть, вот, например, есть незаконный арабский форпост Хан-эль-Ахмар. Мы о нем тоже говорили не раз. Он стоит между Иерусалимом и Мали-Адумим. Он захватил государственные земли. Это была операция Евросоюза. Они проплатили, бедуины сели, создали свой форпост. Абсолютно незаконный, настолько незаконный, что Верховный суд даже, наш Левый Верховный суд сказал, да, он должен быть снесен, потому что нет никаких законных оснований для его существования. Но при этом в том числе и Натаньяу его не трогал, потому что давила Евросоюз. Меркель приезжала и конкретно говорила, его не трогайте, это наши протеже. Будет большой скандал в Германии. Натаньяу считал плюсы и минусы отношения с Германией против этого форпоста. Но вот нынешнее правительство заявило, мы его сносим, сказали они. Вот мы не Натаньяу, мы его сносим. Но что на самом деле? Как бы все встали, да, ничего себе, приподняли броню в удивлении. И тут выяснилось, что на самом деле этот хан Эляхмар будет демонтирован и тут же отстроен заново на том же буквальном месте. На 300 метрах его передвинут и отстроят заново. То есть на украинском есть такая пословица «за рыбу гроши». То есть нам с такой помпой подали, что вот наконец-то это сильно правое правительство демонтирует арабский незаконный форпост, но выясняется, что он будет подвинут на те же самые государственные земли. То есть не то, что он стоял на государственных землях, ему там выделили какую-то другую территорию и он там будет стоять. Нет. Его просто сносят формально, чтобы как бы и тут же отстраивают, причем отстраивают за государственный счет, понимаете? То есть теперь за мой счет израильского народоплательщика эта деревня арабская, она продолжит существовать, только еще мы туда вольем какое-то количество денег и понимая, как это работает в этом правительстве, мы понимаем, что туда вольют какие-то безумные миллионы и куда они осядут потом еще неизвестно. А форпост, вся эта деревня нелегальная как стояла, так и будет стоять, ну подвинутая на 300 метров. Вот так примерно выглядит правая политика этого нынешнего правительства. Ну и еще детали деятельности правительства, часто с ней кумовство. Кумовство, да. Значит, вот у нас есть такая журналистка Айала Хасон. На самом деле она совсем не правая журналистка. Я помню, что много-много лет назад я даже с ней как-то ругался в прямом эфире, то есть, ну это было еще тогда, вот как Беннет был главой канцелярии, мы там работали в русском штабе Ликуда, и была ситуация такая спорная, Айала Хасон нам звонила, и она переврала мою фамилию, я ее, так сказать, поставил на вид. Короче говоря, она совсем не была дружественной правом уладить, но надо отдать ей должное. Она такая дотошная журналистка, и она, в общем-то, журналистка, которая занимается расследованием. И вот она рассказала про совпадение, с которым, мягко говоря, заслуживающее внимание между кандидатами Сара на важнейшие посты в юридической системе и между одним из спонсоров Сара. Другими словами, когда Сара создавал свою партию ренегатов и предателей, то ему дали гарантию на сумму в 4 миллиона шекелей для избирательной кампании. Дал ее олигарх Йонатан Кольбер, который занимается каннабисным бизнесом, ну, то есть марихуану выращивает и продает. Как бы сегодня это в Израиле законно, поэтому сказать, что он наркобарон мы не можем, он делает все по закону, но тем не менее, человек занимается выращиванием марихуаны, дал 4 миллиона шекелей, под гарантию на 4 миллиона шекелей в избирательную кампанию Сара, а теперь, как разоблачила нам, рассказала журналист Айла Хасон, министр юстиции Гидон Сара назначает в Верховный суд и на должность юридических советников людей, связанных с олигархом Йонатаном Кольбером. Понимаете, как это красиво выглядит? И вот Айла Хасон все это рассказывает, и это, понимаете, речь это уже не о сигаретах, которые имеют там Натаньяо пеняют, или бутылка, или шампанское, или заказе позитивной статьи в СМИ. Тут речь о мафиозной левой элите и крупных коррупционных схемах с олигархами. И Айла Хасон, она как бы достаточно известная журналист, ее не могут просто вот так отбросить. Она выступает на телевидении, на центральном, дает передачу. Конечно, все остальные молчат. То есть, если бы это было про Натаньяо, все бы тут же стали бы отзываться и обсуждать это во всех новостях. А здесь она как бы сказала в пустоту, и эхо молчит, как будто бы она, знаете, в этой комнате звукоизоляционный выступила. Но реакция Гидо Нассара, которую она фактически обвинила в мафиозной коррупции, он говорит, это дотошная журналистка, на самом деле она рупор Натаньяо со скрытыми мотивами, и она, так сказать, мол, аферистка, и действует в интересах Натаньяо. Понимаете, любой, кто живет в Израиле давно и знает, что такое Айвахасон, понимает, что назвать Айвахасон рупором Натаньяо, ну, я не знаю, трудно даже представить себе, насколько это нелепо. И это реакция министра на то, что ему говорят, слушай, у тебя тут коррупция, ты назначаешь людей из своих финансовых спонсоров. И он не пытается даже сказать, да нет, это все неправда, это все не так, это вовсе не спонсоры, тут вот у меня были конкурсы. Нет, он говорит, это все рупор Натаньяо, и у нее скрытые мотивы, понимаете, и ему все можно. И пресса не начинает по этому поводу возмущаться и говорить, что нет, ему можно. И вот так у нас выглядит, по сути дела, все вокруг. И это, конечно, ужасно, потому что, опять же, я повторю то, что я говорил много раз, скажу, меня очень обижало то несправедливое отношение к Натаньяо, которое израильская пресса к Натаньяо постоянно проявляла. Но при этом что получалось? Она фактически была вот тем самым цепным псом демократии в лучшем смысле этого слова. То есть, если бы, не дай бог, Натаньяо бы сделал какую-то ошибку, если бы он, например, действительно, что-то там, это же не просто коррупция, какая-то маленькая ошибка. Если бы он не по протоколу бы что-то сделал, его просто порвали бы на куски. И поэтому правительство Натаньяо функционировало как идеальный механизм. То есть, там не было ничего, что было сделано не по закону, не по правилам, потому что стоимо чуть-чуть отклониться на миллиметр, как их тут же рвали самые псы средств массовой информации на куски. И, в общем-то, в этом, как бы, я поэтому чувствовал себя очень уверенно. Я понимал, что если пресса печатает какие-то неприятные вещи, то это правда, потому что, то есть, если они говорят, вот он, точнее, не так, если государство заявляет, что у нас столько-то умерло от короны, я понимал, что это правда, потому что, если бы это было на одного человека неправда, тут же пресса бы раздула скандал. И так было во всем. А сейчас я понимаю, что пресса во всем потакает правительству. И правительство ведет себя как правительство страны третьего мира, где, как бы, они сами решают, что написать, какие цифры написать, и никто им ничего не скажет. Они назначают, кого хотят назначить, это, так сказать, ты кум, вот ты сват, вот тут мы своего человека назначим, мы своего здесь, и никто им ничего за это не скажет. Поэтому я ощущаю себя абсолютно незащищенным больше. Я не могу верить никакой статистике государственной. Я понимаю, что я похоронной команде Иерусалимской верю больше, чем государственному институту, потому что государственный институт может написать то, что ему Беннетт скажет. А Хеврат Кадиша, она говорит то, что у нее есть. Вот они 400 человек похоронили за месяц. Как бы, да, это как бы очень много, мы так много никогда не хоронили в один месте. Вот такая вот ситуация с Рябиной. Ну и... Что, то есть, я не знаю, есть у нас здесь... У нас полторы минуты времени, я не знаю... Ну вот еще буквально еще кусочек. Есть у нас еще один, кроме Аилу Ихасон, независимый журналист Юа Авецха. Он таки, да, он человек правых взглядов, он очень симпатизирует Натаньял, все это знают, но он мастерно скупый сенсаций. Все знают, что он, в общем, действительно человек, который пролезает по всей шире и добывает какую-то фантастическую информацию, которую никто другой не знает. И вот недавно Юа Авецха сообщил нам о том, что полиция использовала шпионское программное обеспечение Пегасус, разработанное израильскими компаниями, которое, в общем-то, было сделано для Моссада, для таких вот структур. И вот полиция израильская использовала это обеспечение Пегасус без соответствующих кампок к этому ним для проникновения в телефоны Яира Натаньяу, сына премьер-министра Натаньяу, а также Офера Гавана и Янатана Уриха, советников премьеры. Когда еще Натаньяу был премьер-министром, и для чего она это делала? Для того, чтобы найти какой-то компромат. У них дела не сшивались, и они пытались найти компромат в телефоне сына Яира Натаньяу. Разумеется, никаких санкций не было, потому что не было причин, чтобы выдать им такие санкции. Они-то в обход санкции. Представьте себе ситуацию. Полиция использует без санкций шпионское программное обеспечение для проникновения в телефоны частных лиц. Это даже не премьер-министра, это просто его сын. Это его советники. Об этом должна была бы говорить вся пресса. У нас молчали. Я в ИЦА как опубликовал, и тоже, как и Айла Хасон. Как будто бы в комнате звукоизоляции это произнес. Более того, новое правительство принимает закон, по которому полиция может прийти к собыскому человеку, даже без ордера, просто потому, что вы им показались подозрительными. Или потому, что надеются найти у вас что-то, что поможет сшить им дело. Ну, на кого-нибудь. Например, на того же Натаньяу. Или, может быть, не Натаньяу, а на вашего соседа. Или вашего друга, или родственников. Вот ситуация, на самом деле, настолько вопиющая, что люди, которые приехали в Израиль в 70-е годы, те, которые, так сказать, столкнулись с советской системой, которая их прижимала, отказники, они теперь вспоминают свое прошлое, прошлое, теперь уже почти 50-летней давности. И начинают писать в сети, вот Игорь Гефон, есть такой человек, живущий в поселении Ткоа, очень умный человек, очень, как бы, оригинально мыслящий. И он как раз вот из тех, кто приехал в 70-е годы. И вот он пишет, ребята, слушайте, я вам сейчас дам пару важных советов, которые вам теперь нужны здесь, в Израиле. Во-первых, если полиция требует прийти к вам и провести обыск, не пускайте их в дом, пока не приедут вызванные вами друзья, вам не подложили ничего, чтобы потом их понятые не подписали обнаружение вещественных доказательств, и прокуратура все это подпишет. Понимаете, это опыт людей, которые противостояли советской системе в 70-е годы. Теперь это все пришло к нам. И теперь другие люди говорят, знаете, вот есть замечательная книга Альбрехта о том, как вести себя на допросах в ГБ. Вам пора ее перечитать. В свое время ее для оранжевого протеста переводили в 2005 году, ноябрик. Но теперь это становится актуально для всех, не только для тех, таких историй не желает. Александр, к сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо и всего самого наилучшего и до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok